Всем доброго здоровья, меня зовут Буката Сергей, вы находитесь в столярной мастерской Бук в городе Лебедине. В этой серии роликов я покажу как делал тумбочку для зарядки гаджетов. Тумба имеет вогнутую переднюю часть. Сделана она щитовым методом материал массив ясеня. Интересен проект тем, что в нем присутствуют как традиционные технологии, так и несколько необычные. Приглашаю всех к просмотру. Первым делом выбираю подходящую доску и режу ее на отрезки нужной длины. Дальше обрезаю обзор и распиливаю заготовки по ширине. Для этого использую параллельный упор. Размеры здесь естественно черновые. 4-7, 2-10, 3-10, 4-10, 5-10, 4-11, 5-12, 5-10, 5-10. Следующая операция – фуговка базовых плоскостей. Базовые плоскости нам нужны для того, чтобы в итоге мы получили заготовку той геометрической формы, которая нам нужна. В данном случае прямоугольник. И завершающая операция в заготовительном цеху – рейсмусование. Как я уже говорил, размеры деталей с припуском на чистовую обработку. Переношу заготовки в мебельный цех и начинаю чистовую обработку. Снова разрезаю заготовки по ширине, но уже в заданный размер по той раскладке, которая мне требуется. После обрезки – рейсмусовка в чистый размер. Для склейки использую клей ПВА-Д3. Заготовки будут клеиться на ребро. В итоге получится толстый щит с одной скошенной стороной. Это будут боковины туббы. После нанесения клея запрессовываем пакет. В зажатом состоянии оставляем где-то на час. После затвердевания клея деталь попадает на фуговальный станок. Ширина рабочей поверхности станка больше 60 см. В таких как этот случай он незаменим. Сама по себе боковина получилась довольно тяжелая. Все-таки сделана из ясеня. Станок построен в городе Кургане. Соответственно, и от него, и от меня Ване Баеву привет. Дальше работа Ильи и обрабатывающего центра. Нужно отфрезеровать наклонную плоскость боковины. Сначала идет черновой съем материала. Затем центр меняет фрезу и начинается чистовая обработка. Продолжение следует... Теперь с помощью форматно-раскроечного станка, отфрезерованной в буковину, мне нужно разделить на две равных части. Сначала выравниваю один край, затем с припуском разделяю заготовку на двое. И теперь, установив точный размер, отрезаю начисто. Наклоняю пилу на 11 градусов. И подрезаю переднюю часть буковины. Это нужно для того, чтобы в итоге мы получили вогнутую форму тумбы. Спасибо всем за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайк, кто не подписан, подписывайтесь. Пока вы смотрели, я уже начал монтировать новую серию. Через несколько дней ее можно будет увидеть. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...